Майнинг на ноутбуке, отчет за третий месяц. Приступаем. Здарова всем, друзья, меня зовут Виталий, и в этом видео мы с вами подведем итоги третьего месяца майнинга на ноутбуке. Да, друзья, уже три месяца мы майним на этом устройстве. Также хочу напомнить, что это еще и кредитный майнинг. Так что сегодня в этом видео мы узнаем, в этом месяце я пошел в плюс, пошел в минус или вышел в ноль. Своё мнение оставляйте в комментариях под видео, будет интересно подсчитать, кто из вас угадал. Так что, друзья, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, ну и, конечно же, своё мнение в комментариях. Ну и в начале видео я хотел бы показать, что вот на этом устройстве у нас происходит майнинг. Именно на этом ноутбуке. На момент записи видео стоимость эфира 2350 долларов, но вырос он до такой отметки только сегодня утром. А когда я фиксировал прибыль, то есть показатели за третий месяц работы, то стоимость эфира была 1900 долларов. То есть стоит учитывать тот факт, что если бы я додержал до сегодняшнего дня, конечно же, было бы больше. Но давайте все-таки приступаем. Сколько получилось намайнить за третий месяц работы? Вот у нас есть такая табличка, статистика по месяцам. И вот видим, что за прошлый месяц ноутбук принес 0,025 эфира, что является самым худшим показателем за все три месяца работы. То есть наименьший показатель в эфире. Но стоит учитывать тот факт. Я сейчас записываю видео, он не майнит. Я записываю другие видео, он не майнит. Плюс я часто использую ноутбук, и он в то время не майнит. То есть можно как минимум один-два дня из месяца выкинуть. Потому что раньше я на нём не работал, а в этом месяце я начал работать именно на этом ноутбуке. Так что стоит учитывать также этот фактор. Ну что ж, давайте смотрим. Ноутбук за месяц принёс 0,025. В долларах это 50 долларов было тогда. Или в гривнах это 1352 гривны за месяц он принёс. Но платёж по кредиту в месяц 2847 гривен. Как вы понимаете, в этом месяце мне также пришлось довложить своих средств, чтобы оплатить всё по кредиту. То есть в этом месяце я вносил 1495 гривен. Ну и посмотрим, какой показатель у нас будет на четвёртый месяц работы. Потому что вот вы можете смотреть, что эфир уже, конечно же, растёт. Это, конечно же, влияет на доходность. Ну и давайте посмотрим, что у меня здесь есть. Меня выкинуло из моего интернет-банкинга. Пришлось перезайти. Итак, смотрим, что мы здесь видим. Сумма договора. То есть стоимость покупки 28478 гривен. Столько стоит данный ноутбук. Я эту покупку разделил на 10 ровных платежей. И получается, что уже 4 платежа я внёс. Осталось ещё 6 платежей. И суммарно это на 17000 гривен. То есть уже 11000 гривен, получается, да, я внёс по данному ноутбуку. Хотя по факту, давайте посмотрим, по факту своих личных я внёс 5379 гривен. Остальные нафармил ноутбук. То есть ноутбук сам зарабатывает. И вот мы видим, что уже 6000 гривен внёс сам ноутбук. Ну и посмотрим, сколько в итоге обойдётся мне данный ноутбук. Потому что я напоминаю ещё раз. Я на этом ноутбуке работаю. Я его использую для своей работы. И когда он свободен, я ставлю его на майнинг. И, конечно же, это очень круто, потому что я получил в руки очень крутейший ноутбук, на котором очень удобно и хорошо работать. И плюс он ещё и с хорошей скидочкой мне придёт. Потому что вот он уже сам как минимум на 6000 гривен мне стал дешевле. А впереди у нас ещё 6 месяцев. Так что посмотрим по итогу, что у нас получится. Но с ростом крипты, конечно же, доход также будет расти. Посмотрим, что будет в будущем, что будет в дальнейшем. Но итоги третьего месяца майнинга. Вот вы можете смотреть. Он принёс 50 долларов. Но почему-то мне кажется, что четвёртый месяц он будет намного прибыльнее. Но об этом вы узнаете уже очень скоро. Так что, друзья, если вам интересовало, какой ноутбук у меня. Это Lenovo Legion 5. Видеокарта 1660 Ti. Ну и вот, приносит он мне в месяц вот такие вот показатели. Всё. Если вам было интересное видео, поставьте лайк. Остались вопросы, задавайте в комментариях под видео. Всем отвечу. Всё. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok